ТАППОВА Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне». Друзья, сегодня у меня, как у любого отца 10-летней дочери, с одной стороны безумный день, а с другой стороны, очень, конечно же, счастливый. День рождения сегодня детский, и это как раз и будет темой нашей сегодняшней передачи. Ну, что можно сказать про детей в 10 лет? К этому времени, я считаю, что у них уже вполне себе сформировались какие-то пристрастия кулинарные, вкусы. Они уже знают, чего хотят, не очень с охотой идут на какие-то кулинарные эксперименты, по-моему, и поэтому я думаю, что на такой праздник, как День рождения, все должно быть знакомо, вкусно и желанно, и любимо. Вот так даже так. Поэтому первое, что приходит на ум в детский день рождения, это, конечно же, пицца. Она любима всем. Сегодня я вам покажу замечательный, на мой взгляд, и простой рецепт пиццы, которая называется болонезе. Хотя в Италии такой пиццы не существует, это продукт креатива уже поваров в других странах, но, между прочим, очень удобный и вкусный. И отличается он тем, и чем мне нравится, тем, что она очень вкусная, а главное, сочная, с хрустящей, опять же, корочкой теста. Ну и сделаем еще коктейльчик, который называется мохито, но думаю, что нашим сегодняшним гостям настоящий мохито будет рановато, поэтому мы сделали его, конечно же, без алкоголя. Итак, давайте по порядку. Начнем мы с теста для пиццы. Тесто для пиццы у нас будет так называемое тонкое, потому что, ну, именно его, собственно, дети и больше всего любят. Тесто для пиццы делается всегда дрожжевое. Вы можете взять дрожжи сухие и быстрые. Здесь у меня, так скажем, настоящие натуральные дрожжи. Я возьму где-то 25 грамм. И сразу переложу вот в такой миксер, в который у меня налита теплая вода. Итак, как вы понимаете, сегодня, как вы видите, мы готовили с компанией Таповая, поэтому я буду пользоваться всеми благами, так скажем, этой весьма цивилизованной посуды. И процесс приготовления мы будем делать удобным и ускорять его в то же время. Итак, дрожжи обязательно нужно добавить в сахар. Сахар, он здесь нужен для того, чтобы дрожжи побыстрее начали питаться, побыстрее кушать и выделять углекислый газ, который, собственно, нам тесто и поднимет. Сахар, конечно же, нужно подсолить. Добавляем муку. Я ее вот таким вот образом сразу же просею. Закрываем, делаем несколько движений, таких, чтобы дрожжи перемешались со всеми остальными ингредиентами. Закрываем клапан и делаем вот так. Затем еще раз. И еще раз вот так. И опар у меня, друзья, готовы. Я переливаю. В емкость для замешивания теста. Обратите внимание, все у меня быстро разошлось. Добавляем муку просеянную. Возьмем лопатку. И начинаем сразу муку вмешивать. Ну и вот уже на этом этапе можно подключать руку. Потому что рукой замешивать удобно. Ты чувствуешь тесто. Вот на этом этапе, друзья, я добавляю обязательно оливкового масла Extra Virgin. Довольно-таки щедрое количество. Этот ингредиент обязателен для теста пиццы. Потому что именно за счет него оно получается, во-первых, хрустящим. А во-вторых, оно не прилипает к рукам. И вот, смотрите, у нас тесто еще жидковатое. Поэтому теперь я просто добавляю понемногу просеянной муки, чтобы добиться нужной консистенции. Консистенция должна быть не сильно крутое. Тесто должно быть, но и не сильно жидкое, чтобы с ним можно было удобно работать. Ну и вот, собственно, тесто замешано. Я оставляю его в этой посуде. Вот смотрите, какой он консистенции. Оставляю в этой посуде, накрываю. Хорошо. Выпускаю воздух. А в чем смысл этой посуды? В том, что через 20 минут тесто само подойдет. И когда оно начнет подниматься, крышка откроется. И, друзья, все. Мы будем готовы к тому, чтобы раскатывать. Корж. Привемся ненадолго. На рекламу возвращайтесь. И далее нас ждет самое интересное. Это, конечно же, баланеза соус. Спонсор программы – компания «Таповая». Единственный официальный дистрибьюторный центр «Таповая» в Хагасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж. Телефон 28-73-26. С «Таповая» всегда вкусно, быстро и полезно. Это очень хорошо, что вы остаетесь с нами. Напоминаю, что сегодня у нас тема передачи «Детский день рождения». У нас сегодня десятилетки будут отмечать свой праздник. Ну и я выбрал, так, наверное, самое традиционное блюдо для детей этого возраста – это пицца. И сегодня это пицца баланеза. Почему именно ее, я еще решил рассказать. О ней, точнее, потому что соус, который мы с вами сейчас сделаем, он универсален, конечно. Он очень хорошо подходит для пиццы и, естественно, им очень хорошо заправлять любые макаронные изделия, которые только вам попадутся в магазин или которые вы предпочитаете. Поэтому сейчас смотрите внимательно. Это немножко упрощенная форма соуса. И, естественно, поскольку делаем мы его для детей, то один ингредиент мы будем исключать. Это, конечно же, вино. Смотрите, что еще в него входит. Здесь у меня помидоры в собственном соку, знаете, такие продаются. Далее нам потребуется довольно-таки хорошее количество базилика свежего, зеленого. Он в этом соусе как никогда уместен. Также нам потребуется головка лука и чеснока. Ну и, разумеется, нам потребуется... Это фарш. Фарш телячий, из телятины, то есть нежирный. Здесь я разогреваю вок, выливаю оливковое масло. Поскольку кухня итальянская, конечно же, масло будет оливковым. Выкладываю фарш. Сильно разогревать я не буду. Моя задача сейчас этот фарш подсушить и немножко поджарить. Тщательно перемешиваем, чтобы разбить фарш, разбить комочки, которые образуются при отжарке. И пока он жается, давайте займемся соусом, друзья. Экстра шеф универсальный такой взбиватель. В него я перекладываю помидоры. И переливаю сок от этих помидор. Нарежу произвольно лук. Также сюда положу чеснок целиком. Капинаем фарш, комочки. Разбиваем. Кладем базилик. Накрываем крышкой. И начинаем потихоньку пробивать. Тем временем фарш уже практически весь обжарился. Нужно дождаться, когда уйдет вся вода. И он начнет уже прям поджариваться. На этом этапе, когда вода начинает выпариваться, я добавляю самую итальянскую приправу, которая только может быть. Это, друзья, орегано. Чтобы она при этой высокой температуре раскрыла все свои замечательные ароматы. И на моей кухне запахла Италией. Еще давайте расскажу, в чем сохраненный смысл вот этого вот выжаривания мяса. Видите, оно становится суховатым таких, да? Выжаривается, спухоживается. И мы в него вливаем вот этот очень вкусный и ароматный соус. И начинаем тушить. И кусочки начинают впитывать в себя этот соус. Соус начинает густеть, становиться нужной консистенцией, нужного мясного вкуса, мясного помидорного. Все, друзья, берем соус и выливаем. Теперь наша задача соус хорошо протушить, чтобы выпарилась лишняя вода, которая была в помидорах, в помидорном соке. И соус стал таким, такой густоты, чтобы можно было его намазывать, а не наливать. И нам остается, друзья, попробовать на соль. Соответственно, каждый регулирует по своему вкусу. Обязателен здесь сахар, потому что помидоры кислые, и соус должен быть кисло-сладким. Видите, как он густеет хорошо. Друзья, ну, в моем случае, поскольку я сегодня делаю пиццу, соусы нужно остыть, поэтому мы прерываемся на небольшую рекламу. Возвращайтесь, мы пиццу уже в конце концов, что называется, соберем и сделаем мохито для детей. Спонсор программы – компания «Таповая». Единственный официальный дистрибьюторный центр «Таповая» в Хагасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж. Телефон 28-73-26. «Стаповая» всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое – пломбир на сливках. Нежность притягивает противоположности. Снежный городок. Ну что, друзья, мы, что называется, на финишной прямой. Тесто наше подошло буквально каких-то 20 минут, и вот оно уже пышное. Разделю на две половинки. Немножко сделаем под пыл. Ну и начнем, наверное, раскатывать. Я буду использовать вот такой силиконовый коврик. Что касается формы пиццы, то, конечно же, классическая пицца правильной круглой формы. Классическая пицца, которая подается в ресторане. Но вот что хочу сказать про домашнюю пиццу, так скажем, такой региональный вариант, то там всегда формы какие-то такие неправильные, и мне кажется, это вкуснее. Ну что, и поехали собирать. Сейчас берем соус баланезе и ровным слоем выкладываем на тесто. В нем уже есть все и весь вкус. И что самое лучшее, что в нем может быть, что он сочный. То есть он содержит в себе и соус, и, собственно, начинку. Мне кажется, что вот в такой пицце не хватает какого-то хрустящего момента, выражаясь языком шоферов. А хрустящий момент у нас будет такой перчик, который я тонко нарежу на мандолине. Перчик нового выражая. Ну и последний участник приготовления пиццы это, конечно же, сыр, пармезан. И посыпаем сверху пармезанчиком. С таким сыром нужно быть аккуратным. Много его не нужно, потому что он очень резкий, очень соленый. И все, друзья. Убираем пиццу баланеза в духовку на температуру 220 градусов, буквально на 10 минут, и она будет готова. Ну и нам остается сделать вкусный, довольно-таки экзотичный, экзотический напиток для детей. Это мохито. Разумеется, как я уже не раз оговаривался, конечно же, безалкогольный, но не менее вкусный. Итак, что нам потребуется? Для мохито нам потребуется много лайма, много, очень много мяты. Причем вот у меня здесь два вида мяты. Это с огорода, это магазинная. А вот эту магазинную я подстригу в экстра-шеф. Наша задача сейчас что сделать? Вот из мяты выжать максимально все соки. Для этого мы в нее добавим сахар. Здесь у меня плосниковый сахар. Довольно хорошее количество, где-то 5 чайных ложек. И сюда же я буду выжимать сок лайма. Лайм, друзья, нужно обязательно помыть, потому что я его выкидывать не буду. Я его разрежу на вот такие дольки и брошу уже в кувши, в котором будет готовый мохито. Сок лайма я выливаю в экстра-шеф. И сейчас мне нужно все это хорошо пробить сейчас. Какой сумасшедший аромат, друзья, это не передать. Теперь я возьму вот такой смеситель и перелью в него вот эту вот всю ароматную составляющую для мохито. Теперь мы возьмем лед. Часть всегда я переложу в емкость, где будет готовый мохито, а часть всегда я переложу в шейкер. Сюда же я налью холодного спрайта. Накрываем. И начинаем перемешивать. Вот это получается у нас такой концентрат из спрайта мяты и сока лайма и сахара с красняхового. а теперь мы займемся уже тем, что просто красивые листочки мяты. Добавим кувшин, выльем концентрат мохито и уже разбавим чистым спрайтом. можно слегка перемешать, добавить льда, но лучше это сделать еще раз перед подачей, а пока пусть мохито настаивается, ну и я вспоминаю про то, что пицца у нас уже готова. Конечно, на сегодняшний праздник я приготовлю еще как минимум 4 такие же пиццы. Это просто чтобы вам показать. Итак, напиток безалкогольный мохито, пицца болонезе, ну а десерт тут я, знаете, вообще давным-давно уже не заморачиваюсь. Это летом всегда очень просто угадать. Мороженое от компании Снежный городок и сейчас вот у меня такая новинка пломбир номер 15 в таком в ретро исполнении. Мне всегда не стыдно подавать своему ребенку, потому что это только натуральные продукты и честный вкус из детства компании Снежный городок. Друзья, ну на сегодня это все. Я с вами буду прощаться, потому что у меня впереди еще очень и очень много дел. Если вы что-то не запомнили или не услышали, то сегодня вечером на канале Россия 24 наша передача обязательно повторится. Также я приглашаю вас на сайт Одноклассники, там есть наша официальная группа, она так и называется Муж на кухне, там вы найдете все рецепты наших прошлых передач, а также мы там с вами можем легко общаться. Ну что ж, до следующей субботы, пока. Пока. Спонсор программы компания Тапповая. Единственный официальный дистрибьюторный центр Тапповая в Хагасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж, телефон 287326. С Тапповая всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое ГОСТ Качество объединяет поколение Снежный городок Редактор субтитров А.Семкин